В Париже закончил работу климатический саммит. О бедах и угрозах, которые несёт за собой изменение климата на планете, здесь говорили немало. Тем более, что природных катаклизмов действительно становится всё больше. Так, в докладе ООН сказано, что за 20 лет из-за бедствия, вызванных климатическими изменениями, материальные потери мировых экономик достигли 6 триллионов долларов. Погибли свыше 600 тысяч человек. Более 4 миллиардов получили ранения, увечья, остались без крыши на головой или срочно нуждались в помощи. Это больше, чем во всех современных войнах. Но за что мстит природа? А может, природа здесь вообще ни при чём? Американские синоптики всерьёз убеждали, что ураган Катрина вызван военными. Уго Чавес был убеждён, что некие секретные испытания в Тихом океане тряханули Калифорнию, а некое тектоническое оружие стало причиной землетрясения на Гаите. Официальных доказательств того, что геофизическое оружие существует, нет. Ни одно государство не признало, что ведёт или вело такой опыт. Способы вызвать в нужном месте, в нужное время искусственные тайфуны и засуху, чтобы разрушить города и оставлять людей ни с чем, считаются слухами. Но ведь планета по-прежнему трясёт. Так можно ли использовать климат как оружие? Дмитрий Пищухин распытывал эти тайны. Последние несколько месяцев метеосводки напоминают весть из фронта. Северо-запад России во власти мощного антициклона. Самое страшное наводнение за последние 60 лет. Сирию окутали клубы пыли. Видимость практически нулевая. И все эти капризы погоды могут оказаться рукотворными. Ведь управлять окружающей средой ни больше ни меньше – новая задача человечества. А ещё средство массового поражения, в сравнении с которым меркнет даже ядерное оружие. Одна только мысль, что кто-то научился манипулировать природой в своих интересах, внушает первобытный страх. Одно облако обладает энергетикой несколько ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Циклон обладает энергетикой, которая сопоставима с десятками атомных станций, вырабатывающих электричество в течение года. США, Аляска – одно из самых засекреченных сооружений нашей планеты. Здесь, на самом краю Земли, на территории 60 квадратных километров, выстроены ровные ряды антенн. Это объект ХАРП – программа высокочастотного исследования ионосферы. Он находится в ведении американских военных. Официально его построили для исследования полярного сияния. Но кто сейчас поверит, что Пентагон тратит миллионы долларов на изучение северных красот? Объекту ХАРП действительно приписывают многое. Воздействует сильно на ионосферу. В том смысле, что в результате его выбросов получается сигнал, сопоставимый по мощности с небольшим полярным сиянием. Искусственное полярное сияние оказалось прекрасным щитом против баллистических ракет. К тому же выяснилось, что ХАРП способен активно влиять на погоду. По мнению экспертов, сильное излучение может вызывать ураганы, провоцировать землетрясения, порождать радиоволны, воздействующие на человеческий мозг. Все это можно было бы считать домыслами, но еще в начале 90-х объект был засекречен и подчинен отделу перспективных вооружений Пентагона. Когда они стали понимать процесс формирования климата, задавались большие работы, как использовать результаты исследований для превращения климата в оружие. Американские стратеги понимают, тот, кто сумел подчинить себе климат, сможет править и всем миром. Еще в 70-х в секретном метеоцентре Пентагона вся земля была поделена на зоны, где за погодой следили спутники. Командование армии США в считанные минуты получало прогноз для страны, на территории которой должна была пройти та или иная секретная военная операция. Затем метеорологи ведомства выбирали тип климатического удара, устроить засуху, наводнение или землетрясение. После этого в самолеты загружали необходимые реагенты и в час икс обрабатывали атмосферу над стороной противника. Ураганный ветер, проливной дождь и цунами в сотни раз эффективнее бомбардировщиков, танков и зенитных установок. По большому счету это удавалось американцам еще полвека назад. Дело в том, что при даже таком примитивном засеве, как йодистое серебро, углепорошок на тропические циклоны, тропическую облачность, в общем-то это вызывало осадки просто невероятной силы. Первое искусственное влияние на погоду было оказано еще в 46-м году. Американский химик Винсент Шаттер из самолета рассел над горой Грейлок полтора килограмма сухого льда. Это вызвало обильный снегопад. А уже в 63-м в Пентагоне стали работать над другим секретным проектом. На околоземную орбиту было выброшено 480 миллионов медных иголок. Таким образом американцы хотели улучшить радиосвязь, но вызвали невиданное по силе землетрясение. Когда игольчатый пояс окутал землю, Аляску затрясло. Мощь подземных толчков была сравнима со взрывом 1200 атомных бомб. Погибли 107 человек. Это еще раз доказало, что последствия опытов с погодой нельзя просчитать. Никогда. Когда его применяют, то защиты, как правило, нет. Оно применяется, ну как и любое оружие, внезапно. С другой стороны, все же это оружие, знаете, оно слабоуправляемое. Потерпев фиаско, военные не оставили попыток управлять силами природы. Они научились вызывать и прекращать ливни, бороться с туманами и заморозками и создавать тоже полярное сияние. К началу войны во Вьетнаме в Пентагоне уже имелась специальная служба по управлению климатом. В 70-м году бойцы Вьетконга были поражены странным явлением. Еще никогда в северном Вьетнаме не было столько проливных дождей за сезон. Целые гектары джунглей превратились в непроходимые болота. В небе Южного Вьетнама самолеты военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки распыляют отравляющие вещества, уничтожая урожай на крестьянских полях. Первым успехом в исследовании погодных аномалий добился Никола Тесла еще в начале 20-го века. Ученый считал, что температуру на планете можно и даже нужно контролировать. Манипулируя магнитным полем, в любой точке земного шара можно создать смертельную засуху или, скажем, плодородную землю. По сути, ученый предлагал создать гигантскую микроволновую печь, излучение которой могло вызвать различные катаклизмы. Но чаще всего игры с погодой начинаются во время военных конфликтов. Эксперты вспоминают показательный случай. Во время военных действий в Югославии практически весь европейский континент был закрыт плотным слоем облаков. Циклон затруднял полеты боевой авиации и мешал системам спутникового слежения. Но каждый раз, когда натовские бомбардировщики поднимались в небо, дождевые тучи, словно по заказу, рассеивались. Мы прокручивали 50 моделей будущего состояния сценария атмосферы над Старым Светом. И ни одна модель не выдавала нам в прогнозах вот такое долгое, такое стационарное, скажем так, нахождение обширного антициклона. О таинственной системе ХААР вспоминают каждый раз, когда в природе происходит нечто необъяснимое. Филиалу Пентагона на Аляске приписывают землетрясение в Китае, возникновение урагана Сэнди, который обеспечил Бараку Обаме переизбрание, а также неожиданное пробуждение вулкана Эфьядла Кудль, который вызвал авиаколлапс в Европе. Главное коварство климатического оружия в том, что операция по разрушению окружающей среды может проводиться скрытно. Такая тайная война, возможно, никогда не будет раскрыта. Бесчеловечность такого оружия, она, пожалуй, значительно больше, чем танк, орудие или другая какая-нибудь техника военная, потому что в мирное время ни с того ни с сего, значит, люди задыхаются от жары или, значит, начинаются где-то пожары, появляется смог. В 78-м году исследования в области метеовоин были официально запрещены Конвенцией ООН, но исключение из правил никто не отменял. В 83-м американский ученый Бернард Истлунд описал, как с помощью пучков излучения можно вызвать дождь в Африке или управлять тропическим штормом на Карибских островах. Патент на его разработку приобрела компания ARCO, как раз подрядчик пристроительствует того самого объекта ХАРП на Аляске. И, конечно, это просто удивительное совпадение. Обыватели считают, что все, чего человек может добиться в играх с погодой, так это разогнать облака на празднике. Однако, по мнению специалистов, климат на планете сегодня предсказать все сложнее. Можно не верить в глобальное потепление, но трудно делать вид, будто все идет как всегда. И снегу в середине лета мы уже не удивляемся, и зеленым газоном в декабре. В таких температурных зигзагах замаскировать природный эксперимент проще простого. Впрочем, самое страшное произойдет, когда кто-то действительно возомнит себя хозяином планеты и решит подчинить все земные процессы своей чудовищной логике. И тогда каменный век окажется гораздо ближе, чем мы думаем. Дмитрий Пищухин, Алексей Панасевич, Борис Кричевский и Вадим Вагапов. Пятый канал.